Сотни тысяч спасенных жизней и возможность навсегда забыть о тяжелых недугах. В эти дни отмечает 30-летие российская детская клиническая больница. Сегодня это крупнейшая многопрофильная клиника страны. В ее структуру входят 30 отделений по различным направлениям педиатрии и хирургии. На базе РДКБ действует научный центр. У медиков самая высокая квалификация, а больница оборудована по последнему слову техники. Но, как выяснила Екатерина Березовская, выздороветь маленьким пациентам помогает не только это. Они в один голос говорят, что самые дорогие подарки к юбилею больницы – такие встречи. Улыбаясь, всматриваются в экран и, кажется, ловят каждое движение Виктории, в чьей маленькой жизни уже было так много побед над страхом, болью и над смертью. Два года назад, во время теракта в Волгограде, она была в том самом троллейбусе. Мама и бабушка Вики погибли, а ее трехмесячную в тяжелейшем состоянии доставили в РДКБ под самый Новый год, когда били куранты, желали одного – только бы новый день для этой крохи. Наступил. Мы, конечно, хотим пожелать, чтобы она не помнила того, что с ней было, а только смотрела в будущее. Огромный низкий поклон, огромное вам всем спасибо. Чтобы не пасовали перед трудностями, больничный коридор он превратит в спортивную площадку. А потом найдет такие слова, чтобы и мамы тоже думали только о хорошем. Фуат Абдулаев в российской детской клинической больнице работает с открытия и знает точно – обычных врачей тут нет вовсе, а есть добрые волшебники. И так во всех 30 отделениях, по всем профилям. В детском отделении и вообще в детской больнице не должно быть ощущения больницы. Мы стараемся не ходить в халатах, лучше ходить в какой-то форме, потому что дети – моих товарищей, их друзья, и мы должны просто вот общаться. Они не должны бояться врачей. Не бояться, а улыбаться. Рецепт скорейшего выздоровления, который тут выписывают каждому. Да и как хоть на мгновение не забыть про все беды, когда будто из облака мыльных пузырей вдруг появляются клоуны, добрые, смешные, отвлечь от ежедневных процедур, подготовки к операциям и реабилитации. И есть их самый главный и самый сложный фокус. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты что заговоришь? Отлично. И так пробуем. О том, как вспоминала веселые заклинания, а еще ждала операцию на колени, ходила в учебный класс и скучала по дому, Таня напишет в своем сочинении. Оно так и называется – «Моя Москва» из окна РДКБ. Москва – это центр всех новинок и технологий. Я приезжаю в Москву тоже за новинками, но меня интересует медицина. Другую Москву с музеями, зоопарками и Красной площадью Таня тоже совсем скоро увидит, когда ходить станет еще лучше. А ведь когда-то в родном Ульяновске ее маме на это даже не оставляли надежды. С тем, что у дочки фактически парализована нога. Просто предлагали смириться. Ожидая операции, все равно какая-то неврозность, боязнь. Я ожидала операции с счастьем. Это как бы путь к выздоровлению изначально уже был. Новые пути к выздоровлению прокладывали каждый день. Первый в стране центр по трансплантации почек, костного мозга – это все здесь. А из местного отделения гематологии фактически вырос знаменитый центр имени Дмитрия Рогачева. А ведь когда-то тут начинали с пары сотен больных в год. В РДКБ пока нет своего музея, но когда он появится, этот экспонат точно займет почетное место. История болезни номер один. Ровно 30 лет назад. С тех пор помощь здесь получили около 300 тысяч детей. Проведено 120 тысяч операций. Операции, которые так часто делят жизнь на до и после. И тут всегда понимали – до и после выздоровления так важно, чтобы рядом были самые близкие. Здесь абсолютное право находиться ребенку с одним из родителей. 991 ребенок и 738 родителей. Вместе с папой Вика приезжает сюда все реже. Ее звонкий смех теперь в таких видеопосланиях. Подпись к очередному. РДКБ. С днем рождения. Желаю новых побед. Виктория. Екатерина Березовская, Лилия Зорина, Илья Марин, Елена Пич и Федор Юрасов. Первый канал.